Всем привет! Дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актрис, которые старели и стареют красиво. Мужчинам в этом смысле легче. Мужчина встал, умылся и уже красавец. А женщина всю жизнь пробует новый крем, ухаживает за собой и старается изо всех сил. И так бесконечно. И это обычная женщина. Что уж говорить про женщину, жизнь которой связана с постоянными вспышками телекамер. Женщина-актриса. Чем навеяна сегодняшняя тема этого разговора? Комментариями под новой фотографией актрисы Татьяны Лютаевой. Лютаева для меня навсегда невероятная Анастасия Ягужинская. Такая красивая, что даже глаза болят. И вот актриса выложила фотографию в соцсети, а люди стали ей писать, что у нее не свежий вид, дряблая кожа и вообще сегодня много способов сохранить красоту. Мол, говорят, неплохо бы уже обратиться к пластическим хирургам. Я в комментариях не вступаю в перепалки. Знаете, вот эти километровые перебросы колкостями, чтобы доказать правоту, потому что считаю, что это совершенно бесполезно. Но читала эти комменты и кипела, кипела и читала. Пластика? А что, мы уже забыли, к чему приводит пластика? Увы, свежи воспоминания о том, что сделала с собой легендарная Людмила Горченко. Ее не пугали колоссальные изменения. Врачи уже отказывали ей, а она находила конторы Шараш-монтаж, которые соглашались делать очередную пластику. А как же выглядит на сегодняшний день лицо Надежды Бабкиной? Тоже знаете ли, естеством там и не пахнет. Это я к чему? К тому, что стареть нужно красиво. Сейчас есть масса косметических средств и процедур. Прошли времена крема Тик-Так. Есть огромное количество баночек и тюбиков. Есть косметологические процедуры без вмешательства и инъекций. Можно и нужно ухаживать за собой, конечно же. Только не нужно вот этих пластик, когда уже глаза не открываются. Экстренных похудений, как у Натальи Гундаревой. Как говорила великая Фаина Раневская, что толку делать пластику? Фасад-то обновишь, а канализация все равно старая. Все равно невозможно играть Джульетту или барышню из повести Тургенева, если тебе уже за 55 лет. Встречать возраст надо с достоинством и шармом. Я считаю, что Татьяна Лютаева стареет очень красиво. Ну, если уж такой разговор, давайте перечислим тех женщин, которые старели и продолжают стареть красиво. Это несравненная Элина Быстрецкая, Ирина Алферова, Лариса Удовиченко, Лариса Гузеева, Ирина Муравьева, Рейса Рязанова и многие другие. Можно упомянуть и более современных актрис. Это Мария Порошина, Елена Ксенофонтова и многие другие. Эти женщины ухаживают за собой, но не идут путем, который еще никого не довел до красивого внешнего вида. Этот путь под названием пластика лишь натянул то, что натягивать уже некуда и незачем. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Будет очень интересно узнать ваше мнение. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока.